Да, мы прогибаемся, но у нас другого выхода нет. Сволота, одним словом, сюда их нельзя пускать. Были даже учебники, где наша вся территория, Приморский край, обозначена временно. Ну, что-то наговорить нас таки можно. Ой, продолжай так. Извините. Да, вы думаете. Почему ты чешешь? Какая операция военная? Скажем так, пока за моим окном танки ездить не начнут китайские, я ничего говорить не могу. Вот у нас, по-видимому, спроса у людей на газ нет. Ну, либо у меня газ, наверное, скорее нет, из-за более опасного источника. Сейчас я не ощущаю, что я раб Китая. Что вы думаете про Китай? Ну, а что я плохого про них могу сказать? Мы все туда ездим, отдыхаем, хороший там отдых, отношения хорошие, все это. Ну, я Китай, мне очень нравится. Мужественная, развивающаяся страна. Наши соседи в целом друг друга понимаем, поддерживаем. Хорошие ребята. Много их, но они хорошие. Очень нравится их культура, отношения к своей стране, отношения к семье. Хороший бизнес-партнер и весомый игрок международного рынка. Раньше было прикольно ездить на шведский стол, покушать, шмоток, как говорится, затарить подешевле. Им только можно позавидовать. А в чем именно? А нам, если честно, только поучиться у них всему. Экономика на высшем уровне. А наша экономика, что? Кромает во всех позициях. От всего. Если честно сказать, что нас Китай обула и одел и накормил. Но если бы не Китай, мы вообще не знаем в наши 2000-е годы, как мы его желали. Мне кажется, что они заняли какую-то выжидательную позицию и думают, то ли им к умным, то ли к красивым. Навряд ли они рванут к Америке, но они сейчас и не с Россией. На плане, что сейчас все происходит, надо выбрать светлую сторону или темную сторону. А китайцы, это такие люди, глаз уже прищурен, им туда винтов подают. От них все в швы году можно узнать. Опасный сосед. Вот с виду прикидываются, что наши дружат с нами. А на самом деле, что вытворяют? Заходят сюда, взять тот же Байкал, выкачивают наш Байкал, засирают прибрежные территории. Куда их не запустят, они везде все выгребают до последнего. Потому что это не ихняя земля. Им наплевать. Они относятся к этому, как пришли, как саранча. Все выжрали и ушли отсюда. Сволота, одним словом. Сюда их нельзя пускать. А Китай может быть чем-то опасен для России? Я не знаю, я не политолог. Ну, скажем так, пока за моим окном танки ездить не начнут китайские. Я ничего говорить не могу. Насколько мне известно, мы находимся в дружеских отношениях, поэтому я не думаю, что может быть с ним какая-то проблема. Теоретически, да. А как именно, можете объяснить? У нас территории их, как бы. Вот здесь, в Приморье, это китайские же территории. То есть, возможно, какая-то военная операция со стороны Китая, вы думаете? Я не хочу, ты честно. Какая операция военная? Нет, нет. Ничего. А почему? Потому что. А почему он должен говорить? Ему делать нечего, что ли? Просто многие говорят, что Россия... Да, многие неинтересно. Я говорю, я считаю, что нет. И то, знаете, китайцы, они еще очень хорошо помнят, как мы им помогли. Когда в 1975 году в Армении был парад нашей доблестной Красной Армии. Сколько мы всего освободили, вот это они знают хорошо. Японцы, они не любят гораздо больше, чем кого-то другого. Честно, настолько живу в своем розовом мире, что не хочу об этом думать. По поводу политики, это не моя зона ответственности, потому что я в этом ничем не разбираюсь. Не знаю, я угрозы от них не вижу на данный момент. Скорее, мне даже кажется, что курс взят наоборот на дружбу с ними. Китайский автопром тому подтверждение, которое ведет. Как вы относитесь к машинам китайским? Вам нравится? Я пока только Япония, только правый руль, к сожалению. Старовер, наверное. Китай потенциально максимально опасен. Почему? Потому что их много, им тесно, они заинтересованы расширяться. Особенно на Дальнем Востоке, вот рядом. Да, считаю, что опасен. Идет какая-то экспансия, тихая, спокойная экспансия. С попустительства руководства нашей страны заигрывания нам нужен такой друг, потому что все отвернулись, весь мир от нас отвернулся. Но не таким же образом, что мы им позволяем делать здесь все, что они хотят. Выгребать, скупать наши земли, квартиры, дома. Нахер они тут нужны. Пожили все чуть-чуть и ушли отсюда. Контроль за их деятельностью нужно вести. Достаем, мы не идем, а не могут что-то, если делать без военных. Максимум это на Тайване мы не можем, с военной. На нас, в Китае. Есть же конфликтная все равно ситуация. Вот, например, не знаю, как сейчас, а 20 лет назад у меня был знакомый, который был знатный в Китайке. Так вот у них был Цин, и в школе у них. Были даже учебники, где наша вся территория, Павлевоорский край, обозначена временно. Это как жители Владивостока войны, беспокоят, пугают. В данном случае нет, пока-то что все мирно. Но если так гипотетически говорить, ну ни в чем никогда нельзя быть уверенным до конца, вы же понимаете. У нас ресурсы, вот нефть, газ, древесина по заниженным ценам идет в Китай. Вас как-то беспокоит? Я не знаю, по чем они идут. Кто говорит? Нижерыночные цены идут. Да, я не знаю про это. Я не знаю, по какой цене они туда продаются, действительно ли это так, поэтому не могу это как-то рекоментировать. Я не думаю, что мы прям совсем в убыток себе продаем наши же ресурсы. Ну, я надеюсь, это не сильно дешево, и я надеюсь, что это все как-то все равно переосмыслится, может быть. Ну, меня волнует, что все наши ресурсы уходят не только в Китай, а в Аклород. Оно нас 20 лет не волновало, 30 лет назад не волновало, это же все происходит. Еще нас не было на свете, все это уходит в нужных направлениях. Поэтому надо об этом начать волноваться или... Ну и что волнение даст? Что волнение? Это было всегда. За копейки несчастные тоже древесину продаем, а потом какие-то вещи, которые они выпускали. С нашего же дерева мы приобретали за бешеные деньги. Поэтому, как вам сказать, мы не можем без Китая. Вот и весь объект, понимаете? Ну, это обидно. Мы не очень умны, мне кажется, тут пастуха. Потому что отдаем, мне кажется, гораздо ценные вещи. Карты показывают с космосом, что прям целые участки тайги пустые, квадраты. Вас это расстраивает, печалит? Конечно, экология все хуже и хуже. Но вот смотрите, уже тигры заходят к людям в дом и жрут собаку. Я считаю, что это связано с тем, что в первую очередь у них сузился ареал обитания. Мы рубим, 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 рубим. Мы не сеем, мы не пашем, мы только вырубаем. И причем продаем это все в виде сырья, в виде переработанных каких-то продуктов. Почему, например, мы продаем готовый ресурс в Китае и покупаем в них продукцию, сделанную в нашу древесину? Большинство станков, насколько я слышал, производят в Германии. Но, возможно, Китай научился сам делать себе станки. Поэтому им проще с этим. Есть люди кумные, как вот в Китае, только им путь к этому не дают. Вот тут что-то соорудил, шаги вперед, да, бабки давай. Коррумпированы, получается, что ли, наши все? Было такое раньше. Сейчас я не могу по этому поводу сказать. Нужно также поднимать вопрос о возобновлении посадки лесов. А как думаете, почему мы этого не делаем? Вот потому что приоритеты другие или что? Да, я думаю, что на данный момент в экономике другие приоритеты. На природу, на леса можно пока забить. Ну, забить, конечно, нельзя. И так сказать нельзя, что прям забивает. Наверное, по-любому какие-то программы же проводятся. Даже где идет трубопровод газа в Китай у нас. В этой местности, откуда идет газопровод в России, нет газификации. Я слышала об этом, но опять же, я не вникаю, потому что такие темы, где мне осознала. Вы думаете, что русский газ уходит в Китай, а в России его нет, газификации нету? Да, печально это. Что я могу делать? Печально. А что остается делать? Выгоду не мы это решаем. Мы вообще ничего не решаем. Если есть спрос, ее продают. Вот у нас, по-видимому, спроса у людей на газ нет. Если бы они хотели делать себе печи, закупать его, с ним что-то делать, ну, как бы Россия на внутренний рынок бы продавала больше газа. Ну, мы же не знаем, почему нельзя поменять. Почему нельзя газифицировать про это? Да, я не знаю. Почему проще отдавать газ, а не отдавать своему населению? В моменте это выгодно. В моменте выгодно поступить вот так. Да, не хотелось бы, это меньшее изол. Насколько знаю, она, наверное, дальше Урала или дальше Сибири вообще особо не проводится. Ну, в чем причина, я не знаю. Это такая казуистика и парадокс нашей жизни. Что думаете по этому поводу? Ну, это не очень приятно, я думаю, это проблема нашей внутренней, властям почему-то это невыгодно. Что остается нам делать простым людям? Вышивать, как всегда. Ну, вы хотели бы газ, чтобы был проведен у вас дома, чтобы было не электричество, а газ? Хотела. А это все, вот, газ уходит в Китай. Я не могу здесь поговорить. Привыкла к тому, что имеется, и был ли бы у меня газ, наверное, скорее нет, из-за более опасного источника. Как думаете, что остается делать, что нужно сделать, как следует изменить, чтобы улучшалось? Руководство страны необходимо менять. Полностью? Абсолютно. И президента? И президента. Идут выборы, вы пойдете на выборы? Пойду. За полу будете голосовать, можешь сказать? Да ни за кого не буду. Нет там тех кандидатов, которым бы я отдал свой голос. Ну, пойдете на выборы? Ну, пойду. Что вы думаете насчет того, что в Китае на картах Владивосток, Усурийск, Хабаровск, он назван китайскими топонимами, то есть он... Я слышал про это, ну, вообще без разницы. Ну, как бы, они у себя в стране могут писать это как хотят и где хотят. Возможно, это исторический какой-то феномен. То есть, раньше же Китай с Владивостоком были очень тесны. Думаете, китайцы просто сделали это как жест дружбы, назвать? Ну, жест памяти, скорее. Вот так, историческая память. Ну, кто это? Это же не правительство называют. Это есть такие... Так же, как в Японии. Не все же японцы закурилы там бьются. А сейчас с Киевом. Вон тоже. Ростов тоже их территория. Мне немного напоминает, наш разговор больше политический характер, что я хотела бы избежать. Руководство Китая пытается таким образом посеять своему населению мысль о том, что эти территории их, и что когда-то они опять к ним вернутся. Ну, вы так не думаете, что они нам на что-то намекают, что это их территория? Нет. Ну, вас лично, как жители Владивостока, это как-то оскорбляет, обижает, например, если бы вы приехали в Китай? Ну, как бы развлекаются. Меня это не обижает и не задевает. Они в это верят, они хотят. Возможно, у них в планах в будущем, чтобы это была их территория. Они осознанно это делают. Думаете, они намекают на что-то? Они не намекают, они открыто об этом говорят в первую очередь своим. Вы не опасаетесь, что они могут начать какую-то военную операцию по возвращению своих территорий? Нет. Я думаю, что так не будет. А откуда эта уверенность? Можете объяснить? Ну, не знаю. Ну, вот из-за того, что мы сотрудничаем или как? Ну, да. Во всяком случае, на данный момент этот Ким Чен Ын, пока он там при власти в китайской, я думаю, что будет более ненормально. Это Северная Корея. Си Цзи Пинь. Ким Чен Ын – это Северная Корея. Тем более. Мне сложно какие-то выводы делать. Ну, как-то опять же, меня это особо не волнует. Даже как местного вас не волнует. Даже как местного, да. Что думаете, что многие люди называют Россию вассалом Китая? Ну, есть только мы зависимости от Китая сейчас очень большие. Я еще раз говорю, тут войны не надо, тут экономически зависимость. Если сейчас китайский автопром нас закроет, мы останемся вообще без техники, без села. Как думаете, как мы к этому пришли? Ну, в общем-то, мы наговорить нас такие можно, если я продолжать. Да, мы прогибаемся. Но у нас другого выхода нет. Вы сказали всем людям, которые считают, что Россия – это вассал Китая сейчас. Да балбесы, блядь. Какой они – вассал? Как они, на чем они говорят? Они как это чувствуют? У меня просто болтуны. Нет, мы не стали вассалом Китая. Почему? Ну, просто у нас более, может быть, сейчас так как поменялось все, да. Больше ориентированность была на Европу, сейчас сюда. Ну, вам это понравится? Внедрение китайской продукции, например, автомобильный рынок у нас полностью сейчас практически состоит из китайских машин. Ну, были японские, стали китайские, вот мне все равно, если честно. Сейчас достаточно, мне кажется, меньше стали зависеть от Китая, чем даже до ковида. Согласен, что мы стали вассалом Китая. Мы просто выгодны для Китая сейчас как стратегический партнер, поскольку у нас имеется ресурс, который мы можем продать. Они этим пользуются активно. Нам подоставляют те же самые автомобили, те же самые электронику, технику. Вам нравятся эти авто? Может, как-то видели, пользовались? Я не пользовался, не видел, слышал отзывы разнообразные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я езжу на японской машине, но если произойдет ситуация, что нам с японскими машинами табу, с удовольствием пересяду на какую-нибудь черри или на что-нибудь такое. Если Россия технологически не предпримет никаких действий по развитию, она станет вассалом Китая, это точно. А мы движемся в эту сторону, чтобы развиваться технологически, как думаете? Отчасти, но недостаточно. Ну, наверное, классалом Китаем мы не являемся. А вот то, что мы заигрываем с Китаем, у нас идет дружба неравноценная. Мы даем больше, а забираем меньше. Мы им по дешевке газ, а в ответ мы что получаем? Заверение в дружбе и сотрудничестве, причем и в военной области. По факту китайцы так не придерживаются и не готовы помочь, если что, или как? И что, мы для этого должны снять последние трусы и отдать им, что ли? Некоторые прям радикальные, даже кто настроен в какой-то связи с китайцами, говорят, что это чуть ли не колония Россия, теперь Китая. Я не знаю, как это комментировать, но я так не чувствую. Ну, у меня нет такого ощущения, что конкретно я работаю там, да, где-то на работе и так далее, работаю на условного Чунь-Джуня из Китая, да. То есть Чунь-Джуню спасибо за счастливое детство, как говорится, дешевые телефоны, MP3-плееры за 100 рублей. Сейчас я не ощущаю, что я раб Китая. А вас как-то заботит возможный конфликт между Таиланем и Китаем? Абсолютно никак. И говорят, что Третья мировая может начаться, потому что Тайвань поддерживает США. Да, почему она тогда не начнется из-за войны в Израиле с Палестиной, России с Украиной? Ну, надо бы хотя бы сейчас отстоять свою землю, которая наша, она не наша, я даже не знаю, как сейчас правильно выражаться. Я имею в виду Украина. У меня дядь погиб. А каким путем, каким бы хотелось, итогом, чтобы закончилось это? Ну, только переговоры больше не так. А переговоры на каких условиях? В всяком случае хотя бы поделить эту Украину чуть-чуть им, чуть-чуть нам. Не, ну, украинцы, насколько я знаю, у них условия, то, чтобы все территории, включая Крым, вернули и войска выбили. А вы как думаете? На любых условиях бы согласна была, что только меньше. И Крым вернули? Нет, 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 нет. Хотя в Крыму я не была, кстати, никогда. Свою землю как бы не отдать. Нет, ни в коем случае. Многие говорят, что это опасение прям глобальной войны Третьей мировой. Это знаешь, есть плоскоземельщики, есть там плоская земля, есть круглая земля. Я знаешь, к чему пришел? Вот я взлечу, посмотрю, увижу, что она круглая. Я скажу, что она круглая. Земля плоская или круглая? Как считаете? Я не знаю. Понял. А откуда у вас эта информация, можете сказать? Ну, пользуйтесь мессенджерами, пользуйтесь интернетом. Причем не только теми каналами, которые государственные, но и независимыми, а еще лучше оппозиционными.